На этих соревнованиях все наоборот. Огонь в специальных емкостях разжигают сотрудники пожарной охраны, а нормативы по тушению открытого пламени выполняют добровольные пожарные дружины ядерного центра. Каждый гражданин Российской Федерации должен уметь правильно пользоваться и оказывать те меры пожарной безопасности, применять их. Это показала Зимняя Вишня, что персонал должен быть обученный и уметь правильно применять эти меры пожарной безопасности. Чтобы выполнить пожарно-технический минимум практического этапа, нужно размотать пожарный гетрант, потушить открытое пламя подручными средствами и огнетушителем, вытащить муляж человека весом 40 килограмм из предполагаемого очага возгорания. Все эти задания нужно выполнить правильно и быстро. Это очень важно знать и понимать, как действуют вот эти вот пути эвакуации людей, как нужно вести себя и не удариться в панику. Вот мы закаляемся на этих соревнованиях. Я считаю, что, по крайней мере, те ребята, которые прошли вот эти этапы, они не испугаются. Соревнования проводятся в седьмой раз и с каждым годом количество добровольных отрядов увеличивается. Навыки, которые отрабатываются на этапах этой эстафеты, могут помочь при спасении жизни в реальных чрезвычайных ситуациях. Сотрудники проявляют сознательность, проявляют инициативу, хотят больше знать в рамках пожарной безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники пожарной службы на каждом этапе строго следили за правильностью и точностью выполнения заданий. Зачастую доли секунды могут быть решающими для спасения жизни человека. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Продолжение следует...